МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не видел цвета светофора. Покажем, как спустя сутки после проверки в торговом центре возник пожар. Нам сказали пожар, но хочется все на выбор. Эвакуировано почти 200 человек. И как не стать жертвой мошенников? Эти пароли не являются основанием для перевода. То есть их говорить категорически не буду. Простые правила, чтобы понять, что по телефону вас хотят обмануть. Это и не только прямо сейчас. 30-летняя девушка попала под колеса Лады Калина сегодня утром на улице Залесная. Автомобиль сбил пешехода прямо на переходе. Остановиться машина смогла только через несколько десятков метров, врезавшись в забор. Как признался 38-летний водитель, человека он не видел. Так же, как и сигнал светофора, который горел ему в тот момент. Нафиса Минязова была на месте происшествия. Искореженная машина, следы крови ни одного очевидца. Рано утром на регулируемом пешеходном переходе на улице Залесная 30-летнюю девушку сбила Лада Калина. Водитель автомобиля Лада Калина сбивает девушку вот на этом регулируемом пешеходном переходе. Но останавливается не сразу. Он проезжает еще буквально 30 метров и врезается в забор. По словам полицейских, потерпевший на тот момент находился на капоте автомобилей. Только после того, как машина влетела в ограждение, девушка упала на землю. Она получила переломы таза, ребер и ушиб головного мозга. Пострадавшую девушку госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Водитель пояснил, что проезжая регулируемый пешеходный переход, осветило солнце. И поэтому он не видел, на какой сигнал светофора он проезжает. То есть, получается, фактически человека он там не видел, да? Совершенно верно. К слову, в эти дни в Казани проводятся акции «Внимание, пешеход». По задумке, она должна повысить внимательность у всех участников дорожного движения. В настоящее время в городе Казани проходит операция «Внимание, пешеход». Контролируются сотрудниками госавтоинспекции как водителя, так и пешехода. Прошу быть очень внимательными при переходе проезжей части. Выезжал ли водитель на запрещающий сигнал светофора или же девушка сама нарушила правила? Сейчас предстоит разобраться автоинспектором. Ситуация осложняет отсутствие камер наблюдения на этом участке. Есть свидетели происшествия. Ответственность, которую понесет автомобилист, кроме всего, будет зависеть и от тяжести травм полученных пострадавшей. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов. Вызов 112. На улице Копылова водитель Лады Ларгу зацепил отбойник. По рассказам мужчины, по этой дороге он ездит постоянно. Но в эту ночь ненадолго отвлекся и совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии никто не пострадал. Автоинспектор вызвал, потому что автомобиль служебный. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выписали молодому человеку штраф в размере полутора тысяч рублей. Пожарная тревога. Пожарные десятки эвакуированных людей толпятся в недоумении у входа в торговый центр «Ситимол». Нам сказали пожар, не хотите, все на выход. Все, сирена. Сирена сработала буквально две минуты. Она замолкла. Замолкнули, начали бегать охранники. Что стоим, почему не выходим. А сигнализация в это время была отключена. Уже через 10 минут людей вновь начали запускать внутрь. Многие так и не поняли, что произошло. Были уверены, тревога была учебная. Пожарная эвакуация. А как все произошло? Сработала кнопка сигнализации. Все, мы начали эвакуировать людей. А как происходило все? Спонтанно? Спонтанно, никого никто не предупреждал. Все на свои места расставил сотрудник полиции, перегородивший путь наверх нашей съемочной группе. Там пожар, девушка, как я вас могу. Спустя буквально пять минут стало ясно, никакой опасности нет. На третьем этаже суета. Все отцепили пожарные. Как оказалось, серверный магазин «Детский мир» произошло короткое замыкание плафона. С происшествием справились автоматическая система пожаротушения и сотрудники центра. В настоящее время комплекс работает в обычном режиме. Сотрудники магазина комментировать ситуацию отказались. Мы никаких не даем. Посетителей в магазине было немного. С эвакуацией проблем не возникло. Продавцы и охранники выводили людей из здания. Когда пожарные приезжали, посетители уже самостоятельно начали эвакуироваться. И уже действие персонала было слажено. И не было пока замечаний таких. Всего из здания эвакуировали 186 человек. Из них 19 детей. В происшествии никто не пострадал. Лена Бережная, Эльвира Софиульна, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Восемь пожарных расчетов прибыли накануне вечером к одному из домов по улице Натана Рахлина. Приехав на место, спасателям пришлось тут же отправляться назад. По словам очевидцев, причиной их вызова стал запах гари. Но быстро выяснилось, что это подгорела еда в одной из квартир. Все решилось выключением комфорки, а потому помощь огнеборцев не понадобилась. Пострадавших в результате инцидента нет. Лишиться всех своих сбережений и накоплений можно в одно мгновение. Под большей угрозой люди, продающие что-либо через интернет, а также те, кто верит, что из банков звонят и говорят о блокировке карты. Выманивание данных банковских карт – одно из любимых занятий мошенников. Порой люди, поверив звонившему, готовы беспрекословно выполнить любые его инструкции, из-за чего и лишаются денег. Хотя, чтобы оставить мошенников ни с чем, достаточно помнить несколько простых правил. Каких, расскажет Анна Городнова. Услышав эти слова при продаже какого-либо товара в интернете, стоит насторожиться. Многие мошенники, как опытные психологи, пытаются всеми способами войти в доверие. Когда цель достигнута, клиент теряет бдительность. Как правило, позвонив продавцу, обманщик слезно просит попридержать для него товар. За это обещает денежный залог, который он тут же готов перевести на банковскую карту. Тут-то и начинается процесс мошенничества. Так, для подтверждения, чтобы перевод осуществился, сейчас вам придет пароль, пожалуйста, продиктуйте мне его. То есть, если вы не продиктуете этот пароль, я никак не могу перевести вам деньги. И сообщает этот пароль. То есть, дело запрещено. Эти пароли, они не являются основанием для перевода. То есть, их говорить категорически нельзя. Жертвами обмана становятся не только продавцы. Мошенник может позвонить или написать любому абоненту и сообщить, что его банковская карта заблокирована. Чтобы защититься от этого, человеку не стоит сообщать свои данные, а наоборот, спросить их у голоса на том конце трубки. Как правило, аферисты даже не знают название банка, о котором идет речь. В этом случае, советуют полицейские, надо положить трубку и самим позвонить в свой банк. Номер горячей линии, как правило, указан на обратной стороне карточки. Те же, кто поддаются панике и верят словам звонящего, очень скоро оказываются у банкомата и получают дальнейшие инструкции от мошенников. И, значит, ему говорят, вот мы сейчас продиктуем вам новый пароль, пожалуйста, запомните его. И начинают диктовать, например, мобильный телефон, куда необходимо перейти денежные средства. Например, диктует 89, 61. На самом деле это 8, 960 сотовый телефон. Просто они его по три, по две цифры диктуют, и человек путается, думает, что диктует действительно какой-то пароль. А дальше по такой же схеме человек перечисляет свои кровные. Способов выманить данные карты у доверчивого гражданина очень много. Мошенники придумывают для этого множество поводов и причин. Основной совет полицейских не делится одноразовыми паролями, которые приходят на телефон, и трехзначными кодами на обратной стороне карточки. Это конфиденциальная информация. Ни в каком банке эти данные спрашивать не будут. Все, что надо знать, чтобы перечислить деньги на карту, это номер самой карты, банк ее выдавший, и иногда имя владельца. Все остальные данные, включая срок действия, пин-код, пароли и секретный код на обороте, нужны для списания денег со счета. Анна Городнова, Айрат Назипов, Амир Залюшев, Вызов 112. Задержали с поличным. 26-летнего жителя Казани подозревают в совершении кражи. По версии полицейских, он украл со стройки 45 метров кабеля на сумму около 15 тысяч рублей. Его задержали охранники во время попытки совершения очередного преступления. Алина Мусина с подробностями. Там дорога, прошел просто на стройке. Задержанный признается, пройти на стройку не составило труда, не было как такового ограждения. Да и бывал он там уже не раз. А чтобы не ходить перед камерами видеонаблюдения, он выбрал место, где они и вовсе не установлены. Мужчина рассказал, украденный до этого кабель сдал в металлолом за 1700 рублей. Во время попытки украсть еще один, его задержали охранники стройки. Они сообщили в полицию, что задержали предполагаемого вора, после чего на месте происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Они опросили заявителей и доставили задержанного в отдел полиции. Уже там мужчина свою вину признал полностью, ведь отпираться было уже некуда. Нанесенный ущерб, причиненный строительной организации, составил свыше 15 тысяч рублей. По данному факту, следственные органы отдела полиции 1 и 2 возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кражи. Похищенное имущество, сданное в пункт приема металлолома, полицейские изъяли и приобщили к материалам уголовного дела. Дожидаться суда подозреваемый будет уже под стражей. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.